Всем большой-большой привет! И с вами снова мы, частица и молекула. Что значит молекула? Самая прекрасная, восхитительная молекула. И мы, как всегда, подготовили для вас три эксперимента. Ну что, начнем? Да. Поехали! И для первого эксперимента нам понадобится две вилки, зажигалка, но только по присмотрам родителей, зубочистки и, конечно же, стакан стеклянный, граненый. Итак, для начала мы соединяем две вилки между собой и вставляем между зубчиками зубочистку или спичку. Теперь важный шаг в нашем эксперименте. Нужно поймать равновесие. Опускаем нашу конструкцию на край стакана так, чтобы вилки зависли в воздухе, не касаясь поверхности стола. Ура! У нас получилось! Теперь берем зажигалку или спички и поджигаем свободный край зубочистки. Несмотря на то, что половина зубочистки сгорела, конструкция держится, как ни в чем не бывало. Как вы заметили, у нас сгорела одна часть зубочистки, но равновесие наших вилочек не нарушилось. А все потому, что равновесие распределяется не по зубочистке, а на самом стакане. Вот точка нашего равновесия. Она никуда не сместилась, поэтому вилочки остались несет на месте. Восхитительно! И очень логично! Абсолютно! Ну, а мы идем скорее к следующему эксперименту. Второму. И для второго эксперимента нам понадобится шарик, трубочка коктейльная, тарелка и сами мыльные пузырики. Для начала надуваем воздушный шарик. Далее наливаем в тарелку мыльный раствор так, чтобы он покрывал всю поверхность. Берем соломинку и надуваем мыльный пузырь. Теперь шарик активно трем об голову, ткань или шерстяной шарф. Готово! Теперь наш пузырик следует за шариком. Так работает статическое электричество. Как вы могли заметить, когда я вот так вот делала шариком над пузыриком, он двигался. А знаете почему? Потому что я потерла шарик об свою голову или об голову своего прекрасного друга. А еще можно об шерстяной шарф. Весело? А еще если у вас осталось много мыльной воды, то можно сделать следующее. Что ты придумала? Взять соломинку, вот так вот сделать. И... И для третьего эксперимента нам понадобится стакан с водичкой, фломастеры, желательно разных цветов, чтобы были. Ножницы и бумажные полотенцы. Сворачиваем салфетку вот так и отрезаем полоску шириной примерно 2-3 сантиметра. Теперь в ход идут фломастеры. Рисуем на салфетке несколько полосочек в ряд, чтобы получилось подобие радуги. Теперь опускаем край салфетки в воду и наблюдаем, как наша радуга начинает свое путешествие вверх. Смотри, как красиво! Как вы видите, вот такая замечательная радуга у нас получилась на салфетке, которую вы сможете сделать дома. А также можно сделать на шнурке. Потренируйтесь и обязательно фотографируйте и отправляйте нам фотографии. Мы, как обычно, их ждем. Ну что, нам пора прощаться? Да, нам пора прощаться. Нам было очень радостно, что мы снова с вами. И сейчас мы хотим сказать вам до свидания и до новых встреч. Пока!